Марс остановит, ну, возможно, если хорошо стартанется, есть чем останавливать, да, я тут с тобой не поспорю, но, опять же-таки, если игра зайдет в лейт, то здесь, наверное, каким бы плохим Сларк не был, все-таки, так же под БКБшечкой здесь он будет не таким уже уязвимым, сразу же Смоки, кстати, прожимает от Сигнифай и пауза. Пауза, кстати, просит Обзервер поставить паузу. Так, в размерке героев, парни. На Сигнифай. Ну, это рискованно, это рискованно, в лайве лучше поставь, можно же ставить в лайве. После 10 минуты я бы на твоем месте поставил, вот если Лишак начнет как-то доминировать, но, кстати, хотя, непонятно, непонятно, я бы, наверное, там коэффициенты какие у нас? Коэффициенты вроде бы больше верят все-таки в коллектив Сигнифай. На лайв это во время игры, то есть во время игры можно ставить, то есть вот там на минуте 10 поставить, на минуте 15 плюс-минус 1.7. Было 1.5, сейчас я посмотрю, что у нас там. Да, больше верят, кстати, у нас почему-то в Сигнифай, но скакнул. Скакнул на 2, это после пиков, скорее всего. Так, появилось, но если веришь в Сларка, можешь поставить. Можешь поставить, но тут контроля ты сам видишь. Очень много контроля, причем у каждого героя есть контроль, у некоторых героев даже по 2. У кого-то даже больше. Здесь 2, здесь 3, здесь 2, считая баш, можно откинуть станы баш на стакать на 4, только у Свена и у Лишрака по одному стану, у всех остальных 2, 2 и 3. Поэтому здесь непонятно. Непонятно, ну и что, кстати, спасибо за подписку. В Афаил, 1.488. Ну и что, снизу Близзард стоит у нас уже с Абадоном. Ну, кстати, Сларк под Абадоном, это тоже хорошо будет его по кулдауну выхиливать. Трипла все-таки отправляются у нас вниз вместе. Давайте, наверное, отключим. Будет оно вам мешать. Вот так вот. Сделаем. Дарк пакт минус контроль. Ну, одного дарк пакта против всего контроля может и не хватить. Тут фиссуры неплохо у нас подворовывают шейкер. Руну и по рунам пока что у нас получается 2-2. По рунам 2-2. Рубик забрал вместе. С Марсом, ну и снизу отжали. Снизу отжали, тут Дивайн уже. Кстати, возможно, будет перетягиваться на топ, но лучше бы селедку поставили против Сларка. Как-то более поувереннее, наверное, это будет смотреться. Хотя пока что непонятно. Спасибо за подписку. Пимак. Тут фиссура, кстати, неплохая. Сларку нельзя отойти, но рядом, если что. Хотя нет, деревья можно прокушать. Топорика нету, кстати. Там гусики также тратить не хочется. Сларк тут просаживается очень сильно, но это все дело реализуется. Мист Койлом. Тут еще на развороте неплохо Дивайн. Он понастреливал и ворует. Уже 8 ловкости своровал. Сейчас будет спадать. Пока что неплохо тут Абадон стоит. Просто по кулдауну выхиливает. Пока что Сларку приятно стоять снизу. Да, его пытаются прохарасить. Плюс то, что снизу трипла. Вроде бы на топе Марс с Рубиком должны чувствовать себя неплохо. Там скоро появится, если что, паунс. Можно будет выпрыгивать. А, кстати, Близзард может тут и загулять. Остается он на лоу хп. Последняя тычка. Мист Койл неплохо выхиливает Близзарда. И Близзард за счет этого выживает. Пока что Абадон здесь просто облизывает своему тиммейту. Причем облизывает очень даже хорошо. Слишком много тратит. Коллектив Эн. Спасибо за подписку. Еще одну. Ну а там с паунсом уже можно будет, если что, выпрыгивать. Причем выпрыгивать очень даже хорошо. Еще одна подписка залетает. Визард 322. Спасибо. Ну и сейчас будут неприятности. Сейчас будут неприятности. Будут сказываться эти трипла снизу для Энтити. Потому что по левелу будут отставать очень сильно. Саппорты даже не думают отойти. Попытаться как-то запулить крипов. Просто стоят. Просто пытаются загнобить этого Сларка. И, кстати, получилось его убить. Это Ферзблат. Забирает его еще себе Мун. Ну вот так вот неплохо. И немножко по левелу бустанулись. Уже, кстати, второй у Свена. Тут еще нападение идет. Абадон также от Дивайна снизу откидывается. Но не успел он задынаиться. Не хватило ему буквально чуть-чуть. И тут Рубик уже с фласочки на топе отхилился. Спокойно будет снова пытаться харасить. Но пока что на топе вроде более-менее неплохо. Но все равно этого маловато. Это маловато. У Сларка всего лишь 5 крипов. У Сларка тут пока что проблемы. Вроде сначала неплохо было. Но вот с появлением чуть более высоких левелов у коллектива Энтити и здесь Сларк уже не сильно хорошо себя чувствует. Если у него Паунс, да, Паунс он доджит фиссуру. Выпрыгивает с нее и сейчас просто будет отходить под Тавером. Снова выхиливает его неплохо Абадон, но слишком быстро просаживается. На развороте Дивайна пытается прохарасить. Но тут главное лишний раз не подставиться. Как-то чинь стана 2 словить и до свидания. Может оффнешь подписки. Если мешает, парни, могу отключить. Если кому-то мешает, без проблем. Могу их забрать. Кстати, неплохо. Дивайна можно сейчас разменяться. Но нет, не хватит урона. Тут сейчас еще один раз, возможно, подхилит. А маны нет. Маны нету. Стики скоро будут. Немножечко не хватает. Вот сейчас есть стик. Да, подхиливает Сларка. И Сларк все-таки... Все-таки выживает. Все-таки выживает. Что у нас на миду? У Эмбера пока что 18 на 3. Стоит он против. Лешрака. 14 на 4. Ну... Пока что Эмбер чувствует себя неплохо. Купил себе уже масочку. Снизу, кстати, пропустил у нас Observer Kill. На Абадоне. Ну, Абадон загулял. Абадон загулял. Пытался выхилять своего тиммейта. Кстати, выхилял Сларка. Но тут пока что вся игра держится, скорее всего, на Сларке. У коллектива Signify. Сильно верят в него. И вот это пока что единственный герой. Да, Марс там с приобретением артефактов. Будет тоже неплохо смотреться. Но там все герои у коллектива Entity очень хорошие, очень полезные. В тимфайте. На кого ставить? На кого ставить? Смотрите, парни сами. Я бы, на самом деле, не ставил бы. Я бы не ставил. Слишком спорно снова пауза ставится. Не тот уровень команд, чтобы на них ставить. Кто ФБ? ФБ сделала команда. Entity. Сделали они ее, вроде бы, на Абадоне. Абадон еще умирал дважды. Только что его убили. Значит, Ферзблат был на нем. И на топе погибал у нас. А нет, на топе не погибал Рубик. Там он фласочкой отпился. И еще Сларк погибал. Поэтому Ферзблат 100% за коллектива в Entity. Парни, подписки могу выключить, если вам мешают. Либо же сделать потише. Как вам будет удобнее. Так, ну что. Стартует игра. Что у нас у Сларка? У Сларка по-прежнему 9 крипов. Был опять дофармил себя. Получается 4. Линия слишком пропушилась в сторону Дайра. И сейчас Абадону нужно делать какие-то отводы. Потому что, ну, Близзард просто не выживает. Вот неплохо у нас Дартпак там скидывает из себя сеточку. Есть шансы у Сигнифай. Вообще, по идее, есть. По идее, есть. Еще одна подписка залетает. Спасибо за подписку. Близзард, кстати, просаживается. Сейчас будет мисткола. Отпрыгивает отсюда Паунсом. Фиссура неплохо. Но, увы, убить уже не получится. По Т1 вышкой. Поэтому просто отходит. Отсюда Сларк. Сларка гоняет. У Сларка 9 крипов. Сларк не фармит. Да, Свен тоже отвлекается на то, чтобы покидать стан и попытаться как-то прохарасить. Но Свен фармит. Тут неплохо словил у нас по лицу. Эмбер Спирит также ловит. Неплохо селедка станом откидывается. И селедку уже вряд ли убьют. Должен его сейчас фласочкой выхиливать. Но фласочка своя была. Шейкер на него не юзал. Главное сейчас полностью отхилиться. От этой фласки не получить какого-то урона, чтобы фласочка не сбилась. Кто Задайр? Задайр играет коллектив Энтити. Энтити. Играет коллектив Энтити и играет за Радиант Сигнифай. Табелла 1. На Сигнифай можете. Пишут в чате. Кстати, быстрый даггер будет выходить. Шейкер. Ну, наверное, арканы тут тоже стоит купить. Все-таки есть Лешрак. Все-таки есть Селедка. Все-таки есть Шейкер. Поэтому арканы тоже тут нужны. Потому что с маной проблемы пока что. У коллектива все стоят без маны. Там уже у него есть 500 голды. Если что... Поэтому можно было бы купить арканы. Но посмотрим. Возможно, докупит. Возможно, там, если где-то будет возле потайной погибать. Либо же возле боковой. Докупит. Тут уже на развороте сам Близзард пытается прохараться и Дивайна. Понимает, что Шейкера нету. А 2 на 2 готовы драться. Здесь коллектив Сигнифай. Сларк понимает, что против триплы стоять невозможно. А 2 на 2 можно и пободаться. Немножечко. Причем, довольно-таки неплохо. Кто тут вин? Кто тут вин? Ну, непонятно. Пока что неплохое начало для Энтити. Но... Есть шансы у Сигнифай. Ну, хороший пик. Мне абсолютно вначале нравился пик Сигнифай. Очень хорошо. Пока не был пикнут Сларк. Сларка проблемы. Тут его Лешрак уже в соло начинает гонять. И, кстати, это может быть соло килл. Неплохо паунсом задоджил. Но подставляется Абаддон. У него и щиток. Дальше лезть по Т2-вышку не хочет. Лезть Лешрак. По итогу потерял немножечко времени. Но... Вроде селедка стояла на меду. Селедка это все дело компенсовала. Ну и плюс стянул на телепорт Абаддона. Прохарасил Сларка. У Сларка еще нету шестого левела. Поэтому он не может со своей ульты. Какой Сларк? Не, ну вообще, если бы на фрифарме стоял, то по идее мог бы. По идее мог бы быстро купить БКБ. Абсолютно все равно на весь этот проказ. Но, опять же таки, хочется купить и Саблю. Хочется прикупить Лотар. Да, фулл контра есть на него. Поэтому здесь БКБ чуть ли не первым слотом должно заезжать. Возможно и купит первым слотом или после Сабля. Плюс-минус. Шестой левел уже есть у Селедки. Давайте немножко звук сделаем потише. Все-таки слишком как-то он отвлекает. Снизу Сларк снова прохарасился. Сларку где-то шестой левел получить, чтобы так вот не бегать по шрайнам. Не бегать на фласочке. Было бы прикольно. Регениться так. Возвращается на мид. Лешрак. Лешрак шестого, эмбер седьмого. Но сказалось то, что стягивался вниз. Все с блинков. Кстати, да. Здесь у коллектива Энтети 4 героя могут приобретать себе блинк даггер. Причем не могут, а нужны. Как минимум на Селедки, на Шейкере и на Расте. 100%. Свен такое. Свен может и без блинка поиграть. Но это без блинка на первом слоте. Там после Сабли, после ПТ точно тоже себе докупит. Поэтому 4 блинка точно будет. Плюс здесь возможно купить себе эмбер спирит вместе с Рубиком. Тут в карте может быть 6 блинков. У всех коллективов. Снизу зацепили у нас неплохо. Но Рубик должен погибать 100%. Если что, есть еще один стан. Но даже стан не потребовался. Просто с ультимейта забирает его себе Лешрак. И у Лешрака камбэкнул. Лешрак камбэкнул. Причем камбэкнул довольно-таки неплохо. Остается всего лишь на 600 голды. От своего оппонента, который стоял на меду. И появляется у нас уже Мидас. На Свене. Мидас, кстати, на 9-ой вроде неплохо. Вроде неплохо. Свен все-таки кэрри, да, стоял в офф-линии. Но это кэрри. Это кэрри. Поэтому здесь Мидас неплохо. Даже если затягивать. Перестраховывается. Правда, Шейкера убили. Размощили счет у нас. Сигнифай. Смогли его забрать. Причем получили довольно-таки не много, не мало. 223. Это неплохо. Но забрал его себе. Кстати, нет. Закресил неплохо. Марс. Не словил 1.4. 1 килл. И уже 1.2. То есть ты хочешь поставить на Entity, как я понимаю. Кстати, вот сейчас с шестым левелом какой-то экшен и начнется у нас. На Расте будут пытаться первый этого раз забирать. Тут подставился у нас Абаддон. Абаддона нужно убивать. Находят его селедкой. Селедка точно должен забирать. Это минус Абаддон. Абаддон. 6-1 счет становится. Также можно попытаться пойти дальше, размениваться этой 1-вышкой. А захотят ли делать это на Entity? Вообще могут. Все, у них для этого есть. Там сейчас книжечка должна долетать до Расты. Хотя скоро япнуть. Может, если отойдут. Дадут пачечку. Икспы для Расты-то даже без книжки. Апнет шестой, но уже три героя снизу от коллектива Signify. Готовы они дефать. Также Шейкеру бы не помешал шестой левел с Эхослемом сюда сейчас ворваться. И было бы неплохо. Было бы неплохо. Но, увы, еще нету. Хызы. Как можно было нас Ларка ставить? Плюсую. Плюсую. Снизу начинается драка. Неплохо. Фиссуру ворованную у нас заезжает. Тут промахивается Стана у нас селедка. И, кстати, может погибнуть Диван. Диван точно погибает. Вот и ответные киллы. Последовали от Signify. 2-6 счет становится. Вроде бы счет только что был 6-1, но всего лишь 1000 преимущества. Но лишь рак начинает заниматься грязью. Диаболик у него уже вкачан и в 4. Будет пушить. Первый это ВРА. И сейчас вышка на меду должна падать. И один тут не угадывает. Фиссура у нас. Шейкер. А вышечка упала. Вышечка упала. Идет, кстати, дальше. Так в наглую. Будет пытаться убивать. Не задоджил. У нас Эмбер Спирит. Это минус Эмбер. В соло убивает. И вот здесь лишь рак. Неплохо сыграно. Или не убьет. Или не убьет. Щиток на развороте. Первая ровная фиссура. Тут лишь рак может погибнуть. Это минус лишь рак. Загулял. Загулял. Тут неплохо сыграно от Эмбер Спирита. Если бы еще задоджил сам, вообще было бы великолепно. Пацаны, я не шарю к доте. Кто вин? Пока что непонятно. Кто вин? Ну, могут одни-вторые побеждать. Все зависит. Ну, Сларк пока что отстает от Свена. Плюс Свен со сплэшом. Плюс Свен с Мидасом. Здесь я не знаю, как Сларк сможет как-то хотя бы догнать. Не говоря уже перегнать, просто догнать. Этого Свена это будет очень сложно. Сларк контрит. Свена, ну, никто не спорит, что он его контрит. Но посмотри на Нетворса. Кривые руки. Так, тут нападение снизу идет. Арена была потрачена. Все, практически тратят в селедку. Ее все-таки убивают. 269 голды забирает себе Свифти. И начинают немного камбэкать. Кто там просил, чтобы пару киллов сделали Сигнифай. Вот они вас услышали. Вот они услышали. Ну, типа, настакивает. Вот Свен прижимает третий спелл, а он все ворует. Все это дело. Неплохо пробивает героев. Но, опять же-таки, нужен какой-то фокус, чтобы он вгрызался. Плюс нужно БКБ. Потому что можно просто станы словить. И ничего сделать ты не сможешь. Это тоже зависит от ситуации. Какая у тебя команда? Ну, по станам вроде неплохо. Есть Чайны. Но, опять же-таки, их можно сбивать как Монтой, так и Улами. Лишак может купить себе Яула. Селедка более-менее плотный герой, который сможет терпеть. Плюс станы на развороте можно будет выдавать. Здесь спорно. Здесь спорно, сможет ли Сларк также ответный Мидас покупает. Но, кстати, вот с этим Мидасом сейчас Сларк будет держаться на плаву очень хорошо. Если получится как-то развести еще своих оппонентов, будет тоже неплохо. Так, почему эти звуки так сильно? Хотя нет. Интересно. Прям чересчур. Ага, я знаю, почему это. Сейчас отключу. Это я в настройках. Добавил. Так, тут снизу, кстати, пытаются словить Марса. Но Марса долго ковыряет. Там через Мейки, через Фиссуру. Макс должен погибать. Четыре героя. Хаслэм сюда еще тратят. Но Марс точно отлетит. Это минус Марс должен быть. Добивает его. Также развели на ультимейт Абаддона. А еще и Абаддона забрать было бы неплохо. И по итогу подставились. И сейчас с диаболиками можно идти спокойно себе забирать Т1 вышку. Да, сейчас включу. Я понял, в чем эта проблема. Я настроил. Вот так вот будет получше. Так вот будет получше. Давайте игра. Плюс общую добавим сюда. Вот сейчас должно быть нормально. Да, вот так вот. Настраивал. Знаешь что-то про команды? Ну, так. Видел, как они играют. Но особо... Особо не углублялся. Особо не углублялся. Кстати, что у нас у Сларка? Сларк понемногу камбэк. От 8800 у Свена. У Сларка уже 5600. Начинает с этим медасом набирать. И, кстати, игнорирует сразу покупать себе БКБ. Возможно, это будет... Энадайр Лил. Респект. Так, тут Марс в льту поставил. Но вряд ли получится кого-то забрать. Залетает сюда Эмбер Спирит. Это уже минус Марс. Неплохо там у нас сработал Шейкер. Отзонил двоих героев. Также зацепили еще Эмбер Спирит. А это уже минус 2 Кора. Это уже минус 2 Кора. Там скоро от КД Шофисура уже есть даггер у Ир Шейкера. Поэтому здесь должны просто хоронить. Развели на ультимейт Абадона. Также зацепили Рубика. Это по итогу минус 4. Сейчас будет. И неплохо сыграно от коллектива Энтити. Вот вам парни Исларк. Вот Исларк. Создают очень много спейса для него. Но опять же таки неплохо сыграно от Энтити. Вот сделали минус 4. И сразу же пошли пушить строение. Пошли пушить строение. И у Сларка вот сейчас может сказаться. Этот Лотар. Да, он его может купить. Но там есть ультимативно от Селедки. Басура Детим. Эмбер неплохо зацепил Свена. Но тут команда не сильно далеко отошла. Свена можно попытаться засейвить. Фисура Дарпак там это все дело сейвится. Шейкер неплохо. Нету там Эхо Слэма. Поэтому драться вряд ли будет. И Свена отдадут. Скорее всего. Да, просто убегают сюда все тиммейты Свена. И дальше в погоню идет Эмбер Спирит. Смоки также прожали. Хотят догнать. А недалеко ли заходят? Недалеко ли заходят? Если что, святыня есть. Главное не закулять. Хекс, сеточка. Будет ли? Неплохо Марс отталкивает отсюда Дивайна. И сейчас контринициировать могут сами Сигнифай. Зацепили там у нас Сларка. Парни, вот и Сларк. Вот и Сларк. Ультимативно прожил. Но, увы, уже в таверне. Также опять развели на ультимейт. И сейчас просто должны хоронить. Тут арена снова поставилась. Кстати, арена неплохая. Можно попытаться быстренько сбивать Лешрака. Это уже минус Лешрак. Также погибает Дивайн. По итогу только Сларка с Абадоном забрали. Сами потеряли очень много героев. И, кстати, неплохо. Неплохо, но опять же таки неплохо у четверых героев коллектива Сигнифай. Сларк здесь особо ничего не сделал. Тут еще, возможно, зацепят у нас Шейкер. У Шейкера скоро будет Даггер. И должен просто отсюда уходить. Даггер нажимает. Тут селедка на развороте. Еще и Фиссура у нас станет Рубикой. И Рубик погибает. Это минус Рубик. Неплохо. Готовы дальше драться. Копьем откидывается и просто делает телепорт Марс. Пытается еще уйти Эмбер Спирит. А Эмбера вряд ли отпущат. Есть Даггер. Успеет ли Настака 4 удара? По идее должен. По идее должен, но все-таки решают отойти. Боятся. Боятся драться. А Рус Фиссуры. Да, вроде не попал там Фиссурой, но все равно урона хватило. Все равно урона хватило. Урона хватило и как-то быстрые Даггеры очень появились у Шейкера. У Шейкера Даггер без Сапака, без ничего. К минуте 13 уже был. 13-й четвертый. Это довольно-таки быстрый. Причем стояли в трипле. Тут зацепили Абадона. Есть ультимейт. Сразу же прожимается. Но уже есть Юл. Сейчас под Юл выдается стан. Ультимейт закончился. Свен также кидает стан. Но контроль работает. Даже если бы контроля не было, все равно пиво. Убивали. И сразу же на Рошана. Кстати, под Коррозив Хейзом этот Рошан упадет очень быстро. Поймут ли, Сигнифай, что это Рошан. Но если даже поймут, есть ли смысл им драться. Пока что у Сларка ничего нет. У Сларка... Давайте посмотрим. По артефактам пока бьют Рошана. У Сларка... Лотар. Но это не боевой Сларк. Может попытаться вырезать саппортов. Но... Пока что по одному здесь не ходит. Коллектив Энтити. И... Пока что все хорошо идет для них. Неплохо воспользовались своим преимуществом. И наказывают за этого Сларка. Только сейчас хочет купить Сильвер. Потом уже БКБ. Но, наверное, вряд ли Сильвер будет Рошить. Все-таки купит. Купит сразу же себе БКБ. Ну, по крайней мере, должен. Должен так делать. У Свена, кстати, уже летит БКБ. Уже летит БКБ или не летит? По идее, в Курьере должен быть уже Блэкен Бар. Тут Арена. Забрали Селедку. Но поделила на троих. 274 голды. У Марса тоже скоро Даггер появится. Ему он может Топорик продать. Купить себе уже. Либо же переложить. Нет, Щиток продает. А, кстати, а зачем? Все-таки считает более полезным Щиток. Точнее, наоборот. Сильвер. Сильвер в Кикбайе, да. Сильвер в Кикбайе погибает. Снизу у нас Рубик. И пока что вроде все неплохо у коллектива Энтетти. Но не особо много вышек. Они забрали всего лишь две вышки. Имея лишь Рока, имея Раст. Этого маловато на 20-й минуте. Есть сейчас Саегис. Кстати, с Саегисом можно даже попытаться на хайграунд зайти. Сейчас сосредоточиться на одной линии. Допустим, на Миду. Либо снизу забрать Т2. И попробовать Т3-вышку прохарасить. Чтобы обеспечить себе второго Фли Рошана. Поработав по шрайнам. Было бы неплохо. Было бы очень даже хорошо. Ну и что, БКБ появилось. Сейчас точно захотят подраться у нас коллектива Энтетти. Причем с этим БКБ, Саегисом сейчас возможно могут и закончить эту игру. Увидели Сларка. Фиссура. Неплохо будет ли какое-то продолжение. Прыгает туда Шейкер. Туда же ста. Ну вот и Сларк. Неплохо зафокусил его еще и Визери. Но Сларка тут, увы, диаболики работают даже под его ультимейтом. Также там зацепили Рубика. Свен прыгает под БКБ, под ГДСом. Бьет по крипам. Промахивается, кстати, с флэшом. Но все равно Абадон должен погибать. Это уже минус 2. Также зацепили Рубика. Пойдут дальше. Прям на хайграунд. А если Коррозив Хейс не успел кинуть. Но есть интерчет по Т3-вышку. Это еще и минус Рубик. Ну вот вам, парни, и Сларк. Вот вам и Сларк. Курьер, кстати, чуть ли не погиб. Скипнул криповый Эмбер Спирит. Эмбер неплохо здесь сыграл. Выиграл немножечко времени. У Сларка очень маленький левел. Появится очень быстро. Появится причем очень и очень быстро. Был пацан и нет пацана. Да. Даже под Диаболиками пробивает. Ну тут единственный выход это БКБ. Но опять же таки, купит БКБ. Тут прыгает дальше Шейкер. Попытался найти Марсу. Но Марса, увы, не найдут. Даже если купит БКБ, не будет хватать урона. А я думаю, не доживет он, когда себе купит условно МКБ. Либо бабочку. Тут снова пытались его зацепить. Но на самом деле зацепили у нас Дивайна. Дивайн погиб. Но хотят идти дальше. Неплохая арена была поставлена. Снова нажимается БКБ от Свена. И Свен должен нарезать. Будет ли у него стан. Стана пока что нет, селедка. Неплохо стан по двоим. Есть Юл, если что. Улишрака можно пытаться кого-то зацепить. Зацепили Марса. Есть ли какое-то продолжение? Детекшена нет. У него из Вимровна. Бессмертный Эхо Слэм. Шикарный залетает. Это трипл килл от Шейкера. Да, выбили Аегис. Но, увы, сейчас четверых героев потеряют. Может погибнуть Свен. Кстати, неплохо. Но это ультра килл. Далил на КФ9. Верю в 3-2-2. Ну, кстати, неплохо подрались. Причем подрались довольно-таки очень неплохо. Забрали двух коров, выбили Аегис. По итогу 4 в 4 подрались. Но тут просто сказывается. Магический урон. Причем сказывается очень хорошо. Атосик еще бы какой-то купить себе. Было бы неплохо. Полностью такой контроль. Тут Эмбер Спирит залетает. Но Эмбер Соло должен убивать у нас Шейкера. Выигрывать немножечко времени. Но немножечко не сыгрались. Вот этот вот Юл Фиссуру. И за счет этого сейчас должен погибать у нас Шейкер. Хотя Даггер Аут. Даггер Аут, ЭП Аут. И живой. На СВ, на кого лить. Ну, пока что все еще очень хорошо у Энтити. И у них до 35 минуты есть все время. Могут себе развлекаться. Потом, правда, нужно будет задуматься. О заходе на хайграунд. Пока что могут себе позволить так побегать. Но хотя, вроде и бегают. Вроде и развлекаются. Но это врат также падают. Практически Т2 вышку на Меду забрали. Что-то бы с топом сделать. Там еще по-прежнему Т1 стоит. Поэтому как-то бы стянуться на ту линию. Не нашли Сларка. Сларк тоже выиграл немножечко времени. Но, кстати, да, ребята, он готов покупать себе Сильвер Эйдж. Вместо БКБ. Неплохо. Смотришь на Слена и страшно за свет. Ну, кстати, это будет очень ошибка, если он купит себе Сильвер. Прям очень-очень. Показывает у нас процент Дота Плюс Побед. Коллектива Энтити, насколько верят в них Дота Плюс, на 75%. Уже уверены, что закончат эту игру. Коллектива Энтити. Дейдалус минус лицо. Ну, тут даже Дейдалус не спасет. Нет, все-таки решает купить себе БКБ. Тиммейты его, как говорится, надоумили. Так, Эмбера зацепили. А будет ли какое-то продолжение? Нет, там есть Абадон. Абадон, если что, подсейвит. С этой всей связки Эмбер прыгает дальше. Хотя, зацепить лишь Рака. Не ошибка ли это? Не ошибка ли это? Есть Бёрд Стан и Дарт Пак. Там это все дело засейвил. Ультимейт прожил. Близзард выживает. Близзард выживает, но там Свен врывается. Просто под ГДСом, под БКБ. Сейчас просто лопается Абадон. И будут спасаться Бексом. Коллектив Сигнифай. Близзард. А, кстати, Близзард без ультимейта. Стан неплохо. Коррозив Хейс. Это минус Сларк. Вот вам и Сларк, парни. Вот вам и Лотар. Который был куплен до БКБ. Сейчас за это просто наказывают. И если пойдут дальше, сейчас нету ББКУ Сларка. Могут сносить нижнюю сторону. Диаболики там скоро откэдэшатся. Они уже есть. Вряд ли на Т2-вышку будут прожимать. Но также должен был Глиф быть. Но Глифа нет. Глифа нету. Еще полторы минуты. Его не будет. Поэтому нижняя сторона может упасть. 30 секунд без Сларка. Это очень много. Хотя они и без Сларка неплохо дерутся. Сларк убегал. Умирают вечно первым. Тут Змейки даже поставили. Хотят очень сильно забирать нижнюю сторону. И возможно заберут Т3-вышку и отойдут. Т3-вышку и отойти. Либо же на развороте фейк-отход. Попытаться кого-то словить на даггерах. Кстати, могут. Запрыгают неплохо. Фессура немножечко не туда попадает. Перекрывает у нас по итогу Рубика. Хотя по идее это неплохо. Рубик не может подойти. Арена. Шикарная. Постальная. Ждет пока открежется даггер. У нас Шейкер. Чтобы с Хаслэма ворваться. И по итогу пока что только минус Дивайн. Минус Дивайн. Сторону забрали и отходят. Появились все 5 героев коллектива Сигнифай. Будут пытаться на развороте драться. Но вот это может быть их ошибкой. Сейчас Шейкер с даггера. Неплохо может влететь. Но фокус от Шейкера. Не дают ему ничего раскастовать. Подсейвили еще Форстаф. Фессура неплохая. Хаслэм нажимать нужно. Хаслэм хороший. Залетает по двоим. Это минус Ларк моментально. Минус Марс. Так же зацепили. Еще и Рубика. Это минус 3 на развороте. Возможно собьют Телепорт. Да, сбивает Телепорт. Еще и Абадону. Нет, у него ультимейт. Это минус 4. Как долго донат с озвучкой приходит? Через что? Через что? Если скинами, не знаю, еще ни разу не донатили. Поэтому, увы, не скажу. По идее, должен сразу же приходить. Если никаких траблов на сайте. Нету. То должен прийти прямо сейчас. Ну и что? Забрали нижнюю сторону. Убили в очередной раз Сларка. Ну и у Сларка отставание в 6600. У меня с ними гайта же. КС ВИЗ. Так, ну пока что все очень плохо у Сигнифай. Даже вот неплохо вроде дерутся. Пытаются контр-инициировать. Но, увы, там есть Шейкер. Там есть Свен. Там практически у всех. Я скинами задонатил. Минут 5 назад до сих пор нет. Траблы какие-то. Ну, возможно, на сайте. Возможно, на сайте. Потому что я перед стримом проверял. Типа тестовые. Все эти, все работают. Это значит, что-то с сайтом. У меня все в ОБСе вот стоит. Да, все в ОБСе есть. Поэтому это с сайтом. Это с сайтом проблемы. Зацепили Абадона. Кстати, неплохо. Вот тут прохорашивают. Есть ультимейт. Времени немножко выиграть. Но, увы, жизни ему это не спасет. Жизнь это не спасет. Кстати, я же могу сейчас... Ладно, когда играют. Посмотрю. Эхо Слэм. Тратят все в этого Сларка. Но, а зачем было тратить в него? Его бы и так убивали. Но все-таки посчитали, что это Кор. Можно его убивать. Но это какой-то недокор. Такой-то недокор. Опять минус 3 делают в разных частях карты. Коллектив Энтити. И пока что у них все очень и очень хорошо. БКБ появляется у Лешрака. И здесь теперь что делать Рубику? Что делать Эмберу? Непонятно. С этим Лешраком. Лешрак просто нажмет БКБ. Нажмет диаболики ультимейт. И побежит. Рашится. Змейки были поставлены на Т3 вышку на меду. Будут пытаться ее быстренько прохарасить. Но уже откодешился Глиф. Откодешился Глиф. Да, немножечко времени выиграют. Возможно появится Сларк. Четвером будут пытаться принимать драку. Но скорее всего Энтити отойдут. Все-таки Т1 вышка еще стоит на топе. Мега крипов сделать не получится. Кстати, можно там уже тайминг Рошана. Скоро будет отход. Ломать топ Шрайн. Заходить на Рошу. И просто с Аегисом Сыром заходить по топу. Заканчивать эту игру. Плюс-минус, как и говорилось, что у Энтити 30-35 минут должны заканчивать. Потому что дальше их пик с каждой минутой становится чуть хуже. Если на равных идут, конечно же, они с Игнифай. А пока что они только наращивают. Там еще у Свена они все слоты собраны. Может он, если что, затягивать дальше. Есть что менять. Можно купить Травелас. Кушать Моншард. Заменить Мидас. Мидас, даже Саблю, такую-то Кирасу, можно заменить. Поэтому здесь есть куда расти. Поэтому здесь... Здесь к минуте 40-ой могут еще себе позволить затягивать. Даже к 50-ой. Там, если перестанут фармить, соберут 6 слотов. Сларк фармит очень медленно. Уже зажали его на базе. Вот сейчас попытались пятером выйти. Но опять же таки, ходят пятером. Фармят стаки на пятерых. Ладно, на троих, на трех коров. Эмберс, Ларк и Марс. Хотя Марсу тоже особо многого здесь не надо. Он уже свои нужные артефакты нафармил. На кого ставить? Ну и здесь, дружище... Если ставить на Entity, то там коэффициент очень маленький. На них нет смысла ставить. Ну и на Signify также, да. Вроде там коэффициент, наверное, X9 сейчас должен быть. С такой игрой. 20 тысяч преимущество на 31-ой минуте. Это еще и Рошан. Кстати, пауза поставилась. Ставится пауза от коллектива Entity. 6 лосс. Сларка здесь, увы, законтрили с пылами, чинстанами его. Начиная с линии. Начали харасить. Кстати, сыр не подбирают. Вот сейчас возвращается Свен. Свен собирает сыр. А как убить этого Свена? Он сейчас просто под ГДСом, под БКБ прыгнет. Будет разваливать. Лидса в крайнем случае нажмет сыр, если что-то пойдет не так. Но я думаю, в этой игре уже вряд ли что-то пойдет не так. Пока что процентов, наверное, 95 уже точно должны закрывать Entity эту карту. Разве что зарофлятся сейчас, пойдут как-то на фонтан. Вот это сыграет. Хотя там есть Айегис, там есть сыр. Даже если зарофлятся, я думаю, им хватит. Просто под Диаболиками там по БКБ. Что у нас, кстати, по БКБ? У Сларка. Нужно посмотреть. БКБ у него уже появилось, но, увы, только у него. Только у него. В теории, да, еще может там подсевить немножко абандон. За драку 3 мест кола кинуть. Похилить там 600 хп. Накинуть 2 щитка. Но все равно этого, увы, маловато. Щиток моментально лопается. Урона более чем достаточно. Есть эхо слэм. Сейчас все имеется у коллектива Entity. Просто чтобы заходить. Тут даже героев можно не бить. Делать мега-крипов. И мега-крипы сами закончат эту игру. Диаболики своровал Рубик. Можно будет ответные давать. Но поставили змейки. Последний глиф надежда. Так, Сларк под БКБ прыгает. Но тут нету детекшена. Сбривают у нас уже моментально Рубика. Сларк просто бегает с БКБшечка. Вот сейчас начинает наваливать. Но там уже минус Марс, у которого нету. Байбека. Бараки последние падают. Там выгрызают все-таки у нас Дивайна. Неплохо Сларк хоть что-то сделал. Но сейчас просто будет спасаться бегством. Тут показывают у нас, как избивает Сларк. А Сларк просто бегает. Но там уже есть Аганимус Шейкера. Шейкер прыгает за ним дальше. Также зацепили тут у нас Абадона. А если у него ультимативно, ультимативно и нету. Скорее всего и Сларк Байбека. Это уже минус 3. Весл был повешен. Кстати, на развороте может подставиться Селедка. Одна тут остается. Но неплохо. У Ястан выдает. И по итогу это практически мега-крепы. Снизу остался последний Барак. Шейкер прыгает дальше. Эхо Слэм неплохой запрыгает у нас. Фиссура убивает Абадона. Также зацепили Сларка после Байбека. Но это конечная парня. Слишком легенькая. Как-то для Энтити. 33 минуты им понадобится.